О, кино начинается, друзья мои. Так, что-то у меня с управлением неладное. Эээ, так, нас везут в какой-то повозке. Непонятно пока, что мне куда, но по ходу дела мы разберёмся. Эээ, а что это происходит? Что происходит? Меня везут в повозке или в космос запускают. Мне кажется, Лена перевернулась. О, господи, почему мне так везёт на баги? Что это за дерьмо? Что это за конь под ЛСД? И это только начало игры. Пустись, сука, на землю. Если он сейчас обосрётся, то весь Карим пострадает. Стоим. Стоим и ждём. Ждём, пока наш конь то ли догрызёт это дерево, то ли трахнет его, я не знаю. Эта игра стопроцентов для меня. Мормок. О, мамонты. Такие огромные. Такие волосатые. И, блядь, что с тобой? Давай серьёзней, чувак. Это всё-таки наше первое знакомство. Я надеюсь, вы дружелюбные твари. Какой у вас мех. Эй, не делай так ногой. Слышь, я тебя сейчас постригу. О, о, тихо. Эй, слышь ты, пастух, убери своих волосатых дебилов отсюда. А что, неприятно получать по башке от маленьких, да? Оу. Поплыл, называется. Абсолютно всем привет. В этом видеоуроке я хочу вам показать, как наебать великанов и спиздить всё их золото. Без всяких там насилий и увечий, и сломанных челюстей и так далее. Просто проходим вот так мимо них. Даже не надо красться. Просто проходим тупо и видим сундук. Берём абсолютно всё золото и уходим аккуратно и обратно. Не надо с ними вступать в контакты. Великаны на самом деле добрые люди. Они вам вежливо объяснят ногами, что вы не правы в этой ситуации. И случайно вас отправят на последний сейв. Они вот так вот напрягают мышцы, не знаю почему. Вот так вот делают, как будто самку видели. Не дай бог, если вы похожи на самку. Я вам не завидую, и вашим внутренним органам тоже. О, хлебушек, сыр, вино, алто, кубок. А почему украсться, что я не могу просто взять и выпить? О, а что? Абси! Ой, простите, это я так чихнул. Просто здесь у вас в горах очень холодно, я потерял свою норковую шапку. Вы не видели, куда батон полетел? Гори, гори, ясно. И чтобы не напрасно. Что? Не можешь меня здесь достать, урод бессмертный? Сейчас мы в тебя постреляем немножко. Прямо в лобешник. У него что, здоровье восстанавливается? Куда он убежал? Он что, думает, что с неба стрела падает? В укрытие попал. Баум, я в него опять попал. Кажется, он злится. Он в недоумении, почему у него течет крыша? Почему падают стрелы с неба? У-у-у! Трой, в попе мой. На, лови ветку в мех. Сука, ты так печально выглядишь, на тебя жалко смотреть. Но... Тесять секунд назад ты был очень дерзким, и поэтому... Меня твоя жалость не подкупает, мразь. Не смотри так на меня. Это все небо. Давай, султан, спускайся, будем сражаться. Ну, давай, ты первый. Ну! О, да неужели сообразил? Ну, я все равно немножко не рассчитал с тела оппонента. Могите, кто его! Там кто-то помощи просил, а это ты была? Что-то ты скверно выглядишь. Ты в порядке? В смысле, блядь? Что это было? Сука. О, бабочки. Ушел отсюда, Валерий, быстро! Вот так вот, катись колбаской. Ты же мне предавец. Что вы вообще на меня нападаете? Я же вам ничего не сделал, блядь. Эй! Я не чувствую твоих ударов. Ты что-то там заснул, что ли? Эй! Что опять происходит? Валера задумался. В ривервудском торговце ты имеешь все, что тебе нужно. Заебись! Но можно при этом не бить меня? Да-да, мы почти поднялись. Давайте, еще немножко, господа. Вот последний этаж. Это все. До свидания. Спасибо вам за участие в нашей экскурсии. Не забудьте взять фотографии с падением на память, суки. Так, пожалуй, я воспользуюсь быстрым перемещением. Где там наш ривервуд? Да. Какая милая летучая тварь. Мы пришли преподать тебе урок. Что? Что мне преподать? Ну? Где урок, петух? Я жду. Что, блядь, вообще происходит? Он что, нажал таб, зашел в меню оружия? Убьем! О, все, понятно. Пошел урок. Ну, учи меня. За что? Не бей! А-а-а! А-а-а! Я буду защищаться! Блядь, что за хуйня? Где он? О, а вот и наш Мальбор. Все готово. Мне нужно вернуться, пока меня не хватились. Запомни, кроме того, что я пронесу, ничего брать нельзя. Так, окей, ну я готов. Хм-хм-хм. Самое необходимое оружие. Какое же мне выбрать? Может, топор владения Вайтран? О, деревянный меч. Это идеальный вариант для меня. Все, отдал. Смотри, зубная фея, не пораньте. И не дай бог не принесешь мне без него не выжить там. Блядь, ну деревянный меч. Ну нахрена я его взял? Чёрт! Нет, это, конечно, идеальный вариант, но... Только если ты хочешь кого-то пощекотать и рассмешить. И теперь мне приходится шкириться, чтобы не получить пощам. Оп. Так, я там кого-то слышал. Отлично. Слух и интуиция меня не подвели. Ну, ничего страшного. Я как бы и стелс люблю. Так что... Блядь, здесь ещё один. Отлично, он ушёл на улицу. Так, а мы пойдём следом. О, отлично, прекрасно. Здесь никого нет. Я думал, меня заметят. А я такой крутой по стелсу прошёл. Чё-то какие-то грозы сегодня пошли, хотя нет дождевых облаков. Странно, конечно, немножко. Но, в принципе, это нам никак не мешает. Нам главнее всего сейчас не спалиться, а пройти всё по стелсу. Я не люблю хвастаться, но в этом я большой про. Нельзя терять времени. Мы должны найти... Давай покажу. А давай. Где ты меня здесь... Что, Эсбор? Что, Эсбор? Секундочку. Одну минуту. Ты себя лапаешь, ты в курсе? Давай я тебе покажу. Смотри, вот здесь. Храм небесной гавани. Я не знаю, где ты тут, чувак, видишь храм. И я вижу коричневую обложку. Может, я не по тем ракурсам смотрю? Ты понимаешь, о чём он говорит? Да я вообще ни хера не понимаю. Это какой-то упоротый чувак. Мы не того взяли. Ой, прости, я не хотел. Но чушь он несёт вообще неземную, я тебе говорю. Нам надо от него избавиться. Он вообще какую-то околесицу несёт. Ты видел, откуда он книгу вообще достал? Из жопы. Он стопудово сюда погреться и побухать зашёл.